МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Час новостей на 12-м канале. В студии Денис Уона. Здравствуйте. Под ударом дети. Омикрон бьёт по самым маленьким. Новый штамм отправляет малышей даже в реанимацию. На волне резкого роста заболеваемости кружки и школы переходят на дистант. Детки в клетке. Подростков, подозреваемых в жестоких убийствах в Павлоградском районе, отправили в СИЗО. Когда несовершеннолетние предстанут перед судом? Сердце будущей арены вскоре забьётся. Рабочие приступают к монтажу инженерных систем в чаше. Ход работ на спортивном объекте проконтролировал Александр Крылов. Не побоялся испачкать руки? Журналист 12-го канала на несколько часов сменил профессию и стал сортировщиком мусора. Тут бутылки мы отобрали, да, как бы, а вот это вот всё остальное. Как устроена работа завода и кто из замечей может помочь сортировщикам в их непростой работе? Рельсы и шпалы больше не нужны. Отправили поезд в путешествие по воздуху. Последний рекорд – это 604 километра в час. Учёные классического университета создали материал для левитации. Может ли разработка конкурировать с зарубежными чудесами науки? В Умской области уровень заболеваемости ковидом у детей растёт в геометрической прогрессии. Об этом сегодня сообщили в региональном Минздраве. Если в минувшее воскресенье было зарегистрировано 900 заболевших, то во вторник уже 1100. При этом дети стали болеть тяжелее. К концу прошлой недели в стационарных условиях лечились 16 маленьких омичей. Сейчас уже 58. Из них двое находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Остановить рост заболеваемости поможет вакцинация школьников. Она начнётся в ближайшее время и будет проводиться только на добровольной основе. На территорию Омской области поступила первая партия вакцины. Для иммунизации детского населения в возрасте от 12 до 17 лет в объёме 1200 доз. Это, ещё раз подчёркиваю, первая партия, потому что мы планируем на первом этапе привить не менее 60% детского населения указанной возрастной категории, то есть ориентировочно не менее 75 тысяч. Позиция Министерства здравоохранения не только Омской области, но и Российской Федерации однозначно. Это добровольное согласие официального представителя. Любые, скажем так, перегибания на местах не приветствуются и не регламентированы никаким нормативно-правовым актом. Это должно быть индивидуальное решение мамы и папы. Вакцина сейчас находится на складе Центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. В ближайшее время её развезут по пяти крупнейшим поликлиникам города. От спутника ВИ детский вариант М отличается более низким содержанием действующего вещества, но также состоит из двух компонентов. Иммунитет формируется через 42 дня после первого укола у 93% привитых. Организация выездных двигателей не планируется. Предполагается, что вакцинация будет проводиться только в медучреждениях, где в случае возникновения каких-либо побочных эффектов, ребёнка смогут тут же оказать неотложную помощь. Минздрав предупреждает, непривитые дети могут не заболеть ковидом сами, но при этом быть носителями инфекции и заразить близких. Тем временем все учреждения дополнительного образования перешли на дистант. Этого потребовал региональный оперштаб. С начала этой недели вне зависимости от направления изобразительное искусство или музыка. Преподаватели обязаны проводить уроки исключительно по видеосвязи. Педагоги признаются, такой формат работы сложный, но уже привычный. Зачастую качество картинки и звука страдает. Но и не все ребята дисциплинированы и иногда отвлекаются. И всё же, говорят учителя, контролировать выполнение заданий удается. Несмотря на ковидные ограничения, ученики должны усвоить обязательный минимум. У нас же в основном индивидуальные занятия, допустим, фортепиано, дом, роболайка, гитара, аккордеон, духовые инструменты, вокал. И в процессе обучения реального времени идут занятия, только что ребёнок находится у себя дома, преподаватель в школе. В любом случае отследить ту музыкальную грамоту или не ту, тот текст, не тот текст музыкальный играет. И отследить ритмические структуры. Всё, педагог в состоянии. Заниматься удалённо детям придётся минимум до 1 марта. Речь пока идёт только о доп. образовании. Общая образовательная школа переходит на дистант точечно. На режим онлайн переводятся отдельные классы. И только если более 20% всех учащихся заболели, на карантин отправляют всю школу. По данным на вторник, уроки в очном формате отменены в образовательных учреждениях номер 28, 34, 140, 75, 82 и 44. Об этом сообщают родители учеников. Они получили информацию от классных руководителей. Пока занятия приостановлены до 31 января. Вводятся карантины для групп в детских садах, как по вспышке ОРВИ, так и по факту выявления коронавируса. Влюблённых подростков, подозреваемых в убийствах, с особой жестокостью отправили в СИЗО. Решение вынес Куйбышевский районный суд. И 17-летний молодой человек и его подруга, 14 лет, проведут под стражей два месяца. Хладнокровная парочка – главный подозреваемый в массовой расправе, которая произошла на выходных в Павлоградском районе в селе Юрьевка. По версии следствия, в ночь на 22 января школьница открыла вооружённому любовнику дверь. Тот с ножом для забоя скота напал на родителей девочки и её 10-летнюю сестру-инвалида. На телах жертв судмедэксперты обнаружили около 30 ран. Кто наносил удары, выясняют дознаватели. Спастись удалось только 6-летнему брату школьницы. Она сама его вывела из дома и уверяла на допросе, что собиралась самостоятельно его растить. Следователям же подросток сообщила, что на семью напал неизвестный ей взрослый мужчина и даже помогла составить фоторобот. Однако эксперты заметили в показаниях нестыковки. Полиграф показал – девочка лжёт. В итоге несовершеннолетняя пара всё-таки осозналась в убийстве. Решение разделаться с родителями школьницы, которые были против её слишком взрослых отношений со студентом, малолетние убийцы приняли на сельской дискотеке. Все обстоятельства трагедии сейчас выясняют следователи. Омский «Авангард» начнёт предсезонку на новой арене. Об этом сегодня заявил председатель совета директоров Омского клуба Александр Крылов. Он в городе с рабочим визитом. Первой его точкой стал строящийся стадион. Работы идут по графику. Степень готовности комплекса – 57%. Установлены большинство перегородок во внутренних помещениях. Почти готово два павильона досмотра зрителей и здание КАС. Ежедневно на объекте работают от 700 до 1000 человек. Не останавливаются процессы ночью. После того, как будут смонтированы металлоконструкции на фасаде и внутри, рабочие приступят к прокладке систем по заливке и поддержанию температуры льда. Оборудование уже в Омске. Отдельно Александр Крылов рассказал о помещении, в котором разместится раздевалка «Авангарда». Она будет обустроена в форме круга. Таких в КХЛ еще не было. КХЛ – это будет первая круглая раздевалка, в принципе, как геометрия. Поэтому посмотрим, как команда к этому отнесется. Потому что, в моем понимании, это как в Эдмонтоне, когда тренер стоит, говорит что-то, кто-то выступает, и все хорошо видно и самого выступающего, и все, что он говорит. Вообще команда должна переехать летом в Омск. И здесь же начать пресс-сезон. А запускной вариант, который план «Б» есть? План «Б» есть всегда. Болошиха? Давайте мы сначала будем жить по плану «А». Сейчас Александр Крылов уже в 26-й школе на уроке хоккея, который с этого года включен в программу в некоторых учебных заведениях нашего города. И сегодня же в Хоккейной академии пройдет пресс-конференция топ-менеджера. Ну а вечером в кинотеатре «Первомайский» он презентует фильм «Омск. Это для тебя», посвященный победе ястребов в минувшем сезоне. После чего побывает на хоккейном матче высшей лиги с участием «Омских крыльев». Новые подробности поездки расскажем в следующих выпусках «Часа новостей». Массовая авария этим утром заблокировала движение на проспекте Королева. Столкнулись сразу четыре машины. ДТП спровоцировал 32-летний водитель Рено Сандера. Мужчина не справился с управлением и вылетел навстречу, где врезался в Митсубиси. Удар был такой силы, что автомобиль виновника ДТП откинуло на следовавшие по соседней полосе Рено и Ладу Гранту. Медицинская помощь понадобилась нескольким участникам аварии. В результате данного происшествия сам виновник, водитель автомобиля Рено Сандера и его пассажир женщина 90-го года рождения доставлены в медицинское учреждение с различными травмами. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения, что соблюдение правил никогда не приведет к тому, что экстренная ситуация произойдет на дороге с самим участником и не придется становиться участником дорожно-транспортного происшествия. В Умске заканчивают установку контейнеров для раздельного сбора отходов. Схему расстановки по городу желтых мусорных баков разработали в региональном Минприроды. В первую очередь новые контейнеры появятся в частном секторе, после во дворах многоэтажек. 109 контейнеров установят в Кировском округе, 120 в Центральном, почти 150 в Ленинском, 58 в Советском и 39 в Октябрьском округе. Контейнеры желтого цвета предназначены для сбора так называемой сухой фракции. Это стекло, пластик, металл и бумага. Для последующей переработки сырье должно быть чистым. Поэтому омичи убедительно просят аккуратно сортировать мусор дома и не выбрасывать в желтые баки пищевые отходы. В противном случае вся экологическая затея сойдет на нет. Добавлю, на новые евробаки из бюджета всех уровней уже потратили порядка 10 миллионов рублей. Обращаемся к жителям города, особенно частного сектора. Относиться к данному имуществу аккуратно, так как денежные вливания серьезные. Это и федеральный бюджет, это и региональный, это и городской бюджет. Там, где установка желтых контейнеров не предусмотрена планом для решения вопроса собственникам жилья, необходимо инициировать общее собрание. Самостоятельно определиться с местом размещения площадки и определить источник финансирования. Данные запротоколировать и направить в обслуживающую организацию. После чего новый адрес, где установлен желтый контейнер, внесут в схему вывоза мусора. Экоактивисты и блогеры Омска между тем отправились на мусоросортировочный завод. Регионального оператора, чтобы посмотреть, как перерабатывают отходы. Суточная норма 200 тонн, то есть за один час сотрудники должны отсортировать больше тысячи килограммов мусора. Работа специфическая и даже опасная. На конвейерную ленту попадают самые неожиданные предметы, вплоть до боеприпасов. Наш корреспондент Никит Смирнов сам встал за конвейер и побывал в роли штатного сотрудника предприятия. На первом участке сортировочного завода отходы выгружают из грузовиков. Рабочие тщательно просеивают содержимое контейнеров. Органику отделяют от строительного мусора, пластик от тряпок. Экоактивисты внимательно изучают каждый этап переработки отходов. Интересует все, от фирмы-производителя спецтехники до условий работы сотрудников предприятия. Когда я узнала о том, что в нашем городе наконец внедряется раздельный сбор отходов, у меня возникло несколько вопросов к нашему оригинальному оператору о том, как это все будет происходить. Я связалась с представителями, задала эти вопросы и в процессе беседы возникла договоренность, такая идея о том, чтобы провести здесь экскурсию, собрать людей. Потому что у нас довольно много в городе неравнодушных людей, кто переживает на тему экологии. На территории Омска сегодня работает два мусоросортировочных завода. Каждый за сутки перерабатывает до 200 тонн отходов. Но для города-миллионника этого недостаточно. За 24 часа мечи выбрасывают на свалки почти 600 тонн мусора. Если до 2019 года мусор в Омске не перерабатывался вообще, по слову, совсем, то на сегодняшний день порядка 70% отходов, образуемых на территории города Омска, проходят сортировку. Это очень большой плюс. Городу срочно нужен третий мусоросортировочный завод. А еще, чтобы мечи взяли на себя ответственность за экологическое будущее Омска. Многие по-прежнему сваливают все в одну кучу. Пищевые отходы, пластик, стекло, одежду. Разбором всех этих мусорных завалов приходится вручную заниматься сотрудникам предприятия. У нас находятся такие мусорные контейнера, где без сортировки, поэтому выбрасываем так же, как и все в общем порядке. Пока не сортируем, потому что бачки у нас пока не установлены, только обещали. Во время экскурсии блогерам предлагают самим встать за конвейер. Место для сортировки мусора досталось и нашей съемочной группе. Сердце завода вот этот вот конвейер. Здесь сортировщики отбирают мусор. Это мой наставник Ирина. Сейчас она мне расскажет, с чего начнем. Итак, Ирина. Вопреки расхожему мнению, прямо с улицы сюда не трудоустроишься. Соискателям придется пройти даже специальную медкомиссию. Профессиональная болезнь сортировщиков – дезориентация в пространстве. Из работающего конвейера у новичков начинает сильно кружиться голова. Ирина делится своим рецептом – смотреть на конвейер прямо и не провожать глазами движущуюся ленту. На ней, кстати, попадается много интересного. Документы, коты в мешках и даже осколочные мины. Самая дорогая находка – подушка, набитая деньгами. Почти 800 тысяч рублей сухожеская пара зашила на черный день. Деньги вернули владельцам, которые сами позвонили на завод и сообщили о потере. Также были документы. Вот недавно была, ну, месяц, октябрь, наверное. Женщина, у нее вскрыли машину, вскрыли документы. Она оказалась многодетной матерью. Там были все удостоверения многодетной матери. Паспорт. Нашли мастеру, отдали все. И сообщили в офис. Женщина пришла и отблагодарила. Так что неправы те, кто утверждает, труд мусорщиков неблагодарны, хотя и тяжелы. После 10 минут работы у конвейера – настоящий мусорный затор. Журналисты уступают место работникам-профессионалам. Впрочем, каждый амич может облегчить задачу. Достаточно лишь самостоятельно сортировать мусор дома. Желтые контейнеры, как обещают, уже скоро появятся на всех площадках. Никита Смирнов, Сергей Пайхалов, 12 канал. Еще один пожизненный срок могут вынести в Омской области. Максимально возможное наказание грозит 22-летнему амичу за попытку сбыть синтетический наркотик, так называемую соль. Задержание произошло в одном из домов Ленинского округа. Во время досмотра в карманах омича оперативники обнаружили больше 100 граммов N-метилэфедрона. А в квартире подозреваемого еще 4 пакета с наркотиком в общей сложности около 300 граммов, а также весы для фасовки. На допросе парень рассказал, что решил заработать на продаже запрещенного вещества. Однако сделка сорвалась. Несостоявшегося наркодилера задержали полицейские. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый находится под домашним арестом. Сбыт наркотиков относится к особо тяжким преступлениям. Наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение. Квантовая левитация и другие чудеса науки. Уникальные материалы, которые не имеют электрического сопротивления при сверхнизкой температуре, производят в лаборатории криогеники и сверхпроводимости Омского госуниверситета. Сейчас сверхпроводники используют в энергетике, медицине и даже пассажироперевозках. Настоящей революцией станет появление материалов, которые бы обладали сверхпроводимостью при комнатной температуре. Насколько приблизились к их открытию омские ученые, узнал Денис Жарков. Сейчас это просто невзрачный кусок керамики, но если плеснуть на него жидкого азота и дать охладиться, уникальный материал раскроется во всей красе. Можно буквально вдавить в сверхпроводник магнитное поле и увидеть маленькое чудо – левитацию. Мы можем за магнит просто взять и поднять сверхпроводник. Пока он будет охлажден и он не будет падать. На этом эффекте основаны высокоскоростные поезда, например, которые в Японии, в Германии, в Китае есть такие. Последний рекорд – это 604 км в час. В лаборатории криогеники и сверхпроводимости имеется модель такого поезда. Едет пусть и не быстро, зато не касаясь поверхности. Принять участие в разработке материалов для настоящих магнитопланов ученым помешала пандемия. Представители одной российской организации собирались приехать в Омск и профинансировать исследования, да так и не собрались. Поэтому сейчас Ди занимается производством сверхпроводников в качестве наглядных пособий и параллельно работают над улучшением свойств этих материалов. Идеальный вариант, чтобы сверхпроводимость проявлялась при комнатной температуре. Если удастся открыть такие сверхпроводники, то это будет, конечно, революция по всем направлениям науки и техники. Я, наверное, скажу за всех исследователей, что открытие такого сверхпроводника – это мечта любого человека, который занимается этим направлением. Пока главная задача МИЧЕ – угнаться за зарубежными коллегами. Но даже без сложного и передового оборудования физики Госуниверситета умудряются двигать науку вперед. Получено несколько патентов, в том числе на инновационный материал, который хоть и не отличается сверхпроводимостью, не меняет своего сопротивления в широком диапазоне температур и будет востребован во многих отраслях. Денис Жарков, Дмитрий Хромцов, 12 канал. Чтобы все в жизни было на отлично, такие пожелания звучат сегодня в адрес миллионов российских студентов. Татьянин день, или как его еще называют, день студента, отмечают по всей стране. 25 января, больше двух с половиной веков назад, был основан Московский университет. Во многих омских вузах зимняя сессия уже завершилась, а значит, есть еще один повод для праздника. Студентов региона поздравили губернатор Александр Бурков и председатель областного законсобрания Владимир Варнавский. Цитирую. Вы значимый интеллектуальный и творческий ресурс Омской области. Современные студенты успевают не только успешно постигать науки, но и активно участвовать в общественной жизни, заниматься добровольчеством, реализовывать интересные и полезные проекты. Своими успехами на общероссийских и международных научных конференциях, олимпиадах и спортивных соревнованиях вы повышаете престиж малой родины, служите примером для всей молодежи. Желаем вам неиссякаемой творческой энергии, оптимизма и созидательной активности. Конец цитаты. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. Автоцентр Барс Автоэксперт. Более 200 автомобилей в наличии по сниженным ценам. Вторая кольцевая 34. Телефон 91 90 91. Надежная имплантация зубов в семейной стоматологии. Телефон 45 06 05. Спонсор прогноза погоды по Ефременко Роман Андреевич. Саратовское региональное отделение ООО «Российский национальный союз пчеловодов» и мед свежего урожая с лучших пасек страны. Завтра, 26 января, в Омске пасмурная температура воздуха. Ночью минус 15-17, днем 14-16 градусов мороза. В районах пасмурно возможен снег. Ночью минус 16, минус 18, дневная температура 15-17 холода. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Распродажа меда с 14 января по 13 февраля. Большой ассортимент натурального меда с пиргой и восковой молью. Цветочный, маточное молочко. Акция при покупке одного килограмма меда, второй килограмм цветочного меда. В подарок ТД Корона, остановка ДК Баранова, Экспо-форум, остановка ТРЦ Континент и ДК Малунцева. Пока это все новости. Оставайтесь на 12-м канале. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»